Так, ну и наконец-таки нравственные кризисы, нравственные кризисы, это как правило мировоззренческие вещи, а именно вы вот живете и думаете, что вот так вот, допустим, должны быть отношения мужчины и женщины, отношения в семье, отношения в обществе должны быть, отношения к природе. Должны быть вот такие вот, такие вот, да? И чем не дальше вы живете, тем понимаете, что несмотря на то, что это все бытует в обществе, такое вот отношение, оно на самом деле неправильно. Вот, и тут начинается, начинается умственная работа. А как же это должно быть? И вот сам этот умственный процесс и представляет собой кризис, кризис нравственности. Я не хочу сказать, что духовности, просто нравственный кризис, пересмотрение своих взглядов буквально-таки на те или иные вещи, или в целом на мир. Нечто подобное произошло с Ольгом Толстым, что он все это дело смотрел, рассуждал, его не удовлетворяла религия, его не удовлетворяли отношения там в обществе, что в конце концов он попытался бежать с этого общества, вот, выехал из своего имения в поиска, так сказать, успокоения. То есть, в результате пересмотра, нравственного пересмотра различных позиций, человек должен найти успокоения. То есть, вот он, вроде, спокойно, ага, вот это вот общество, которое он застал, товарно-нежные отношения, вот такое лечение, там адвокаты, суды, армия, брак, все хорошо там живет, но потом, видя всю эту жизнь, там, допустим, в армии, там, может послать на убой, брак, значит, не совсем то, что хотелось бы, может быть, не по любви, могут быть, отношения не удовлетворяют, ты думаешь, что это так, а оно происходит совсем по иному, суды продажные, медицина, значит, также лечить не будем, возьмем в себя деньги, да и само лечение оказывается такое сомнительное, то есть, нету никаких гарантий, что вы будете там здоровы, а деньги уже отдали, денежная система рушится, рубль нафиг, то есть, грубо говоря, вы там заработали там свое время, когда были силы у вас, дом там, все там материальные блага, все, думаете, сейчас будете жить, а тут хоп, так называемые правила игры изменились, все резко подзаражало в несколько раз, вот, и говорится, одно для блага, а оказывается, все не для блага, ну и вот такой вот человек начинает все это дело пересматривать, передумывать, и, в конце концов, в конце этого процесса, нравственного кризиса, он должен успокоиться и выйти на иные рубежи, которые его удовлетворяют. Ну вот, вот так вот, и, что бы я теперь еще хотел сказать, я считаю, что существует большое заблуждение, большое заблуждение, значит, в следующем, и это именно касается кризиса в лечебном процессе, в оздоровлении, ну, особенно в лечебном процессе, смотрите, что получается. реакция организма на внедрение того или иного болезнетворного начала приводит к тому, что, ну, мы видим, что там температура поднимается, и в то же время наши ученые-медики, рассматривая все это под микроскопиком, они обнаружили, что в организме вырабатываются такие вот вещества, как гаммоглобулины, усиливается выработка, значит, лимфоцитов, то есть тех, как бы сказать, молекул, веществ, можно даже сказать, живых образований, крови, которые борются с этим болезнетворным началом. Упускается следующее, что? Это как следствие реакции организма, понимаете? Организм активирует, то есть активация начинается с уровня жизненного потенциала. То есть вот эта реакция первоначально происходит, и должно быть, как бы сказать, вытеснение где-то там на энергетическом уровне, и далее уже продолжается она материально. Рассматривая кровь, было, значит, решено, примерно следующее, что вот, чтобы победить ту или иную болезнь, ну, надо, значит, больше добавить в организм гаммоглобулина, гаммоглобулина, ну, других еще веществ, которые вырабатывает иммунная система, вырабатывает их в готовом виде, и они начнут сражаться, и они начнут сражаться, начнут побеждать, и все, вот оно лечение. Как хорошо, да? То есть организм это сам не может дать по причине того, что он, будем говорить, усталый, у него потенциала нет энергетического. Так давайте это за него сделаем, и начинает пичкать вот этими веществами, как с прочими антибиотиками, и, естественно, вот этими вот гаммоглобулинами и прочего-прочего. Так сказать, колят и ждут, когда же произойдет оздоровление. И получается, что это какая-то ошибка. То есть, ну, грубо говоря, вот как подавление температуры. Подъем температуры. Это, естественно, реакция организма на то, чтобы бороться с болезнью. А давайте ее собьем, потому что это организму тяжело. Вот, вот, вот эта реакция не проходит. Естественная реакция по борьбе с болезнью не проходит. Она сорвалась. То есть, где-то там болезнь просто-напросто где-то там осталась, знаете, не выведена из организма, ничего. Вот примерно так же, я считаю, происходит с этими гаммоглобулинами и прочими веществами, которыми пытаются лечить. Ну, вы у вас лечите, у вас не хватает того-сего-этого. Мы сейчас добавим, и они сделают. А оказывается, не так происходит это все в организме, как думается в теории. Ну, и заканчиваем нашу беседу о кризисах. Я хочу сказать следующее. Что, в конце концов, все они, все они, ну, кроме нравственных, очистительные, оздоровительные, будем говорить, борьбы с болезнетворным началом, внедряющиеся в организм, основаны на энергетическом потенциале нашего организма. То есть, вот насколько энергетически наш организм силен, так он и может активировать защитные силы организма с выработкой всех вот этих вот веществ, необходимых для подавления болезнетворного начала. если этих сил у нас мало не хватает, то болезнь переходит в хроническую стадию или вообще сжигает человека. лечение представляет собой процесс, как бы сказать, возбуждения этих защитных сил так, чтобы организм смог победить болезнь. вот, то есть, очень интересная вещь. Они просто, грубо говоря, загрузили, и ждем, что пламя само разгорится. И вот, оказывается, надо раздувать.